вот так берем за эти булавочки и вообще люблю вот так вставить булавочки я уже смотрю что там как раз точка в точку вот здесь я жила четко на схоже только тогда мы ее вот так не поможем рука всегда накреплена только на схоже на схоже что такое раскол это когда булавка лежит просто вот четко посередине ну вот четко посередине она лежит тогда мы ее закалываем вот закалываем там тоже очень аккуратно накладываем просто большой кусок здесь не так удобно значит вот так накалываем всегда параллельно внизу булавки вот так вот параллельно внизу с каждой где-то 10 сантиметров так 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 в конце и вырезаем здесь вот как раз по нашему промолву жик-жик жик-жик и вот тут сейчас мы сделаем пояс бездельно здесь то же самое вот так кладем вот так чтобы вот тут она четко пришла можно даже длинный метр это положить надо еще в школе и слова сильно я а я я уже я уже такая вернула и вот теперь вот это сантиметр тоже на миде крути ну чонки тут уже по 10 раз видели поэтому уже не интересно они стоят или то нельзя он говорит ну да 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 смотри тут какая-то главная линия мало того что кромка еще какая-то вот она как а на лице а на лице ну я я хочу я хочу поменять лицо изнанку а что ты молчишь вот сейчас мы с другой стороны в Украине с другой стороны да нет я хочу я хочу просто лицом сделать изнанку вот это лицо должно быть вот это изнанка а вот это изнанка хорошо да изнанка хорошо я потому что я не положила нет я хочу вот именно то лицо я просто лицо ну смотри вот эту вот кривую линию мы подставим под часть припуска и вот она и вот тут сейчас мы ее вот так взводим она не будет изнанка вот это лицо а если угол мы же всегда все рисуем изнанки все начальные изнанки стоят все хорошо так вот это у меня зад вот это у меня зад 50 и 63 да у нас было можно сейчас проверить давай длиннее сделаем давай 63 да первую юбку давай длиннее хорошо я согласна да сделаем короче хорошо то есть тут ты помнишь что 51 63 ну давай еще 10 см сюда добавим да 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 хорошо да в любом случае если что мы ее под подвернем 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 да да так 50 то есть ты в районе колено все носишь а выше колено я ее не видела не 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 я ее обычно не ношу а длина у нас 50 см так это вот как раз у нас и было колено мы мерили по коленке в районе ниже колено это в районе 60 не меньше ну сколько туда ну то есть юность то конечно от роста зависит в районе 50 точно ну то что у меня пошла от общего вот так и мне очень хорошо вперед отходил вот эту часть то есть очень четкая выприка то есть вот эта часть все туда подправишь нас так мы ближе снимаем она не видит туда я там посылу вот с этой стороны вот тут вот видишь вот тут и вот тут все уколожили зафиксировали вот все очень больше сдвигать все то же самое делаем обводим ты уже помнишь во платье как что делать припуск на мечами да да вот эту вот вот эти выточки обводишь здесь боковой ровно два вверх наколоть еще выточки потом потом это я так я думала что вы там прерветесь поэтому показываю вот сюда смотри али вот не одинаково а здесь у нас например столько же а спереди мы снимали больше потому что у нас практически нет вытачек а здесь у нас целых две поэтому мы здесь снимали больше следовательно вот эта линия она у нас если примерить ее вот так например будет 18 а здесь будет там 16 с половиной например да разница в линиях в окатах будет если у вас будет полосочка или клеточка вы обязаны ее скалывать снизу еще и уравнивая полосочку клеточку но не отсюда если будет одинаково как вот здесь двух сторон тогда мы отверха скалываем потому что мы обязаны всегда отверха скалывать но мы же делаем тут манипуляции поэтому отсюда нельзя у нас полоска или клетка собьется тут будет ровно а здесь пойдет криво еще и выпасть может здесь на 0,5 см примерно поэтому мы сейчас в ваших юбках у вас такой же эффект да получался что здесь мы больше брали а5 а6 например там чуть ли не 7 см а а5 а7 4 см например да то есть мы будем сейчас от низа скалывать а если это будут брюки или платье то мы обязаны вот так скалывать смотрите мы должны вот я сейчас просто боковой показываю как надо было бы мы скалываем его вот так уравнивая здесь тут у нас просто припуск сейчас нарисую двухсантиметровый да вот до самого мельчайшего миллиметра вот здесь мы не вот это уравниваем это просто тут сейчас так совпало а вот эту часть поближе вот эту часть скалываем понятно в данном случае у нас ни полосочка ни клеточка то есть мы можем смело отверху а уже по низу уравнять а если полосочка или клеточка или еще какой-то рисунок то только снизу надо уравнять и что мы делаем вот так положили и вот так накалываем смотрите вот только на столе и только на столе больше ни на чем вот так вот мы положили вот так вот вот как ровно лежит так мы накололи я же могу дома ее сшить правильно ну типа того надо же там еще кое-что сделать вот так пока она ровненько лежит меня вот этот бок интересует вот мне главное вот здесь и главное мы уравниваем вот эту одну вторую ткань в стык уравниваем поэтому я вот дальше не накалываю не смотрю мне вот она ровно лежит вот до сюда я вкалываю булавку все теперь я начинаю дальше делать желательно чтобы если что не нажало ооо шпилька подошел вот вот видите ну тут что-то как-то так вырезалось не совсем значит вот до сюда положили да и вот здесь видите видно вот и вкалываем всегда параллельно низу вкалываем и дальше начинаем вот можно загнуть часть и она тогда дальше начнет выкладываться на линии потому что у вас у всех свои собственные окаты бедра вот и вот дальше я вот так кладу вот пытаюсь здесь уравнять еще важно чтобы вы там ровно там резали крыльями еще что-то ну вот выпадает на 2 миллиметрика ну ничего страшного нет я просто не насилуйте ткань и специально не не додвигайте вот в данном случае вот в этом боковом а вот как можно смело вот до сюда накалывать булавками всегда только на столе ни в коем случае не на руках ну на полу там крайнем случае а потом уже на руки можно взять вот накалываем но всегда на столе или на поле если слова нет и вот дальше вот так вот положили буквально на 0,5 уходит разница была бы клеточка мы бы от низа делали еще там при клеточке отдельное видео там отдельные нюансы есть поэтому для первых изделий лучше клеточку полосочки не брать вот конечно видели зенебка у нас зенебка не было тоже дипломная работа с этой полосочкой и теперь тоже от низа от вверх не важно главное чтобы от края я показываю что он тут меньше начинаете три раза на одном месте и пошли ровно на 2 см металли тут надо навести эту линию так что делаем с литочкой вот с этой на металле вы тут как по всему остальному будете приближаться дальше значит как вот с этой литочкой а вот тут нарисовали ну допустим вы ее не прорисовывали у нас она буквально по 2 мм была это передняя выточка она у нас чисто символическая нужна для того чтобы вот так взяли да по ровной линии так положили и докололи мне очень важно чтобы вы мне показали на примерке где она начинается или заканчивается эта выточка и вы тут метаете ровно за 2 мм вот ровно за 2 мм так чтобы захватили и здесь в конце обязательно закрепка три-четыре раза на одном месте но чтобы я видела где она закончилась то есть начало закрепка конец нет как обычно все как обычно вот так на 2 мм чтобы я видела где она осталась потом на примерке мы с вами выясним она подходит надо выше ниже ее или что с ней делать это будем уже дальше смотреть это передняя но задняя уже там совсем легко вот так положили по средней линии так взяли так оп 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 и вот так оп тоже желательно все это дело накалывать на там самом на столе вот уравняли вот здесь надсечки наши вот видишь надсечки совпали вот тут накололи где ткань очень такая живая живая в плане того что она вот она прям такая как со стрельчем таким вроде это не трикотаж но ведет себя как трикотаж практически вроде костюмный ассортимент ну такая очень коварненькая то есть ее можно слегка вот я даже вот так беру смотри она она у нас по долевой тянется слушай а что то мы не посмотрели покрою что не не знаешь что не что не тянется не вообще не тянется даю а даю по другому проеду да представляешь а у меня хоть правда ничего бывает света у меня правильно чего спрашивается все так значит важно очень вот эту часть вот эту точку до миллиметра складывать а вот это видите вот она слегка не совпадает не это не важно главное вот эта линия сама бокового чтоб совпало ну и вот и вот эта точка вот она вот она по этой линии и вот этот бок сам вот все вот теперь вот тут совпало и вот тут начинаем накалывать когда очень крутой а как бедра тут же как вот сейчас у воли было тоже по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть начинаем мы все равно совмещаем да вот эту часть мы уравниваем вот видишь она так лежит но главное чтобы не было без каких-то складок а можно с шифона на резинке да 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 можно с шифона на резинке ну солнце солнце зашеднушить не мое дело так вот так классическую шейф клеточку прямую это не с утюженной ослабина надо так ее положить чтобы вот и эту не не сместить вот эту вот утюжку с помощью утюга если она вот эта часть будут на ребре лежать тут же она может тоже слететь здесь вот так еще раз смотришь вот так и здесь на всякий случай так просто из-за того что их много и сложно так вот нету еще раз видишь просто я это начинаю утюжить я вот сюда физически все время как-то подхожу поэтому поэтому я и люди там можно было бы не подходить вот это вот сейчас я буду дальше и что тут уже тут уже не надо больше утюжить вот эту чтоб она не слетела утюжка ее вот я зафиксировала сильно-сильно много иногда нельзя утюжить ткань потому что она может дать лассу самом конце вытачки мне будет очень неприятно еще в конце вытачки придется эту лассу убирать сейчас посмотрим как получается потому что по-другому это еще третью сейчас помутюжить может сейчас вторую придется опять задевать паузу ждать пока крайне важно чтобы юбка вот так не висела тут будет оттяжка тут будет горячо она будет оттягиваться вот так и она должна лежать на столе это очень важно для утюжки вытащить очень сейчас попытаемся так положить чтобы сюда не заходить утюгом мы еле-еле сейчас опустыжили сразу можем проверить что у нас тут с лица и в принципе все хорошо еще в принципе это же у нас попа уже у нас слегка выступает в принципе вот это достаточно для попы почти достаточно на попе у нас имеет выпуклую форму спереди вот этого может быть недостаточно животика нет и можно почти сделать у нас там и вытачки совершенно другие будут маленькие лишь там совсем чуть-чуть давали раствор вытачки это так вот это уже не затрагивает если живой животик небольшой то можно вообще не делите вытачки и делать да у нас просто модель с тобой такая план чтобы решили что мы будем а если живот есть значит вытачки обязательно обсуждаем может казаться что он есть а его на самом деле нет я объясню хорошо поэтому говорю что мне фотография вид спереди вид сбоку можно без лица что чем-то скажу надо не там разные же вытачки бывают разные формы микродвижение все так просто самую глубокая складка и очень немножко плоховато сошлась на металла резко сошлась на нет в конце уже в конце да смотри тут я не ставлю вниз этот самый утюг а я вот ребром фактически это очень важно и вот здесь вот так чтобы максимально-максимально убрать вот эту вот слабину вообще как я говорила там на нет сходить сейчас не выключаю щас я покажу сейчас увидим что у нас со средней вытачкой может там надо что-то манипуляцию поделать держим где-то почти минутку там полминутки минутки иногда чувствуется кусочки ниток убираем потому что тут будет пояс внизу там еще срежем здесь обязательно рассматриваем потому что мои приметы работают стопроцентно мы переделаем так ну немножко отошла вот тут у ласа ушла потому что я ласу делала она немножко отошла так смотрим вот так слабина сюда чуть-чуть пошла давай сейчас вот эту вот эту вот чуть-чуть сюда не заходим вот эту чуть-чуть заходим вот так не надо думать серьезно видишь я туда не подхожу ничего чуть-чуть мы делаем идеальное изделие стараемся по крайней мере как надо а там уже ты думаешь у меня не видно я даже имитирую рукой движение в принципе нормально можно оставить видишь она вот тут это третье более или менее нормалек главное досушить а здесь проще будет потому что тут у нас они исключительно как декоративные их можно даже две сразу а лас все равно же останется надеемся что не будет могут конечно везде можно сделать классы уже там где типа нельзя было можно сделать вот так чуть-чуть вот так ну и вот здесь вот это вот движение стеживающее только вот эти кончики обрежешь да которые торчат все пауза пауза от конца вытачки до конца колодки минимум 10 сантиметров и мы заутюживаем сюда к центру и вот так видишь я так провела один раз много не делайте не мочите себе вот так и вот так вот да тут мы еще сутюжим так всегда квачек если мочим сбиваем ты тоже сюда сбиваем обязательно и всегда у вас так лежит чтобы он не перемокал и начинаем с того что вот так вот вот так вот вот так вот растягиваем вот так вот так вот так вот так вот так сейчас покажу если будут ласы как ласы убирать И вот эту вот слабину вот так сутюживаем. И такими круговыми движениями обязательно. Тут еще пимпочка не очень плавно. Средина выточка, поэтому это надо корректировать. И теперь обязательно лаптем вот так фиксируем. Сейчас чуть-чуть зафиксируется форма. Там чуть-чуть ласа будет, сейчас покажу, как ее убирать. А ты теперь переходи сюда и покажу, что такое ласа. Там отпечаток. Ну я знаю, знаю. На паровной? Конечно. Так, и теперь, смотри, видишь, вот отпечаток остался. Что-то он виден. Берешь лепесточек. Вот так рисуешь. Там более мокрый можно на песточек взять. Потом прокладить там. Да. И вот так вот рисуешь. И вот так под проезжаешь. Вот так. Досушивай. Тут не надо сильно-сильно мочить, иначе, ну, во-первых, оно как-то слетит, тут эта утюжка вся. Здесь все очень-очень аккуратно. Не надо убирать вот эти ласы. Я просто кайфую. И опять лоптем. Так каждую выточку. Я уже покалькувала. Все. Теперь я, да? Все. Паузу пока оставь. Чего? Так. Середину переда провели. Да? От нее отошли на 0,5. От 0,5 до 0,7. Провели вот так линию. И с этой стороны тоже вот так положили. Все на журнале. На журнале, на чем хотите. На тетрадке, на книжке. Главное вот на чем-то таком вот. Тюченке. Так, кройте. Так, вот. Это самое. И вот так проводим вторую линю. Еще 20. Однамерно у нас. И вот эту наметываешь вот так. Белой ниткой вот эту. А эту давай мне свою молнию. Ну тут наметываешь на сантиметр на 0,5 от края. Так. Тут вот расстегнули. Вот она закончилась. Сейчас, мам, подожди, подожди. Да? Вот эта вот штучка, ее нельзя пересекать. Ни вот так, ни вот так. У меня был один случай. Мы прострочили по вот этой вот спаянности. И она после этого разошлась. Даже эту молнию потайную мы должны ниже пройти, чем она закреплена. То есть, от вот этой вот закрепки середины шлицы мы отступаем где-то сантиметр. До вот этого вот начала. До вот этого вот начала. Как это выглядит с натурью? Вот сейчас тебе показываю. Вот. Ко второй линии ставим. Чуть-чуть ниже туда задвигаем. Чуть-чуть вот отсюда вот до сюда был сантиметр. Вот это вот где-то так и есть. И начинаем вот так вот накалывать. Учительно накалываем себя на чем-то скользком. Вот. Мишка, тетрадка, журнал, не важно. Да? И вот так по ровной накалываем. Тут нас не интересует в данном случае. Нам главное вот здесь. У нас жила эта молния столько, сколько жила эта юбка. Вот так. Римас тут простушим чуть-чуть. А, давай, Римас. Солик, как ты думаешь? Вот так. Это идеально. Это не белое, это белое. Это белое. Это все белое. Так, накалываем. Тоже идем с тобой стричим. Сейчас. И вот тут вот так вот. Закрепка. В самом конце закрепка. Ну, идем либо по вот этой первой линии с точками, либо по второй. То есть на 0,1 или на 0,2. Это строчим, а это наметываем. А сноровка пояса. Смотри, здесь хорошая линия. А здесь, видишь, либо нам подстраиваться вот так под нее. Вот сюда. Наверное, так. Потому что мы не имеем права здесь вот так вот снимать. Мы просто баланс юбки сейчас нарушим. Мы здесь будем усреднять вот это вот по наивысшим точкам. Потому что у нас здесь косые выточки. Мы их изначально не планировали, но мы предполагали, что скорее всего у нас будут косыми. Но вот тут по верхним точкам, сейчас заснимешь, как я тебе буду это все. Но вот эту махру всю мы сейчас это самое, чтобы подчикаем, подсрежем. Надо сноровить. Светик, ну что, померить мне его? Или прострочить сначала? Вот так. Все. Теперь раскалываем и накалываем. Так, я ставлю на паузу. Так, значит, присоединяем подкладку к юбке. Выворачиваем юбку наизнанку и прикладываем. То есть все мы правильно с тобой сделали. Наташка, хорошо. Что делать? Да подожди, там надо сзади что-то поднять. Так, значит, что мы делаем? Мы ее вот так вот одеваем, эту юбку, как будто бы на... Чтобы мы сейчас не туда, куда не надо, не присоединили подкладку. Вот, вот она у нас, все хорошо. Теперь нам как надо сделать? Вот так вот. Раз. Я сейчас тебе просто вверху вот так намечаю. Там, где нам правильно надо. Потом снутри мы будем сострачивать ровно на один сантиметр. Миллиметр, не больше и не меньше. Поняла? Все, терпалась опять. Теперь мы выворачиваем ее наизнанку, чтобы нам легче было. И вот. Вот так вот берем. Еще раз, если что, уточняем, чтобы здесь оно четко, мы же четко все краили. Берем и накалываем лапками. Ничего не припосаживая, ничего не растягивая. Это по внутреннему шкуму, да? Да. И ровно на сантиметр строчим. У нас единственная пока еще точно неизвестна длина юбки, но пока мы пояс сюда не пристрочим, мы не сможем тебе померить под каблуки и узнать. Вот. И вот так через каждые там 3 сантиметра примерно накалываешь одну сторону, а здесь вот вторая сторона нас ждет. Вот она. Вот она. Видишь? Тоже все от верха. По идее, они у нас должны даже совпасть линии внизу. На одинаковом уровне они должны. Подкладка дойти до низа. По идее. Одну и вторую и ровно на сантиметр от края строчим. Ну, можешь на 0,9, но не на 1,1. Иначе ты заужаешь по бедру, там, все остальное. Вот это. Такалываешь до низа. Строчим только по подкладке. Всегда строчим по ткани, которая тоньше. Иначе если строчить по юбке, она будет припосаживаться, сильно собираться. Всегда строчим по самой тонкой ткани. И тянем обязательно, растягиваем. Подработанный шов был. Ну, тут вот так, да? Мы же плечи удаляем, да? Угу. Упечел? Угу. Так, сложили. Боковой к боковому, да? Центр к центру. И прокалываем вот так вот булавками. Ну, как фиксируем получается. Вот это вот все. Так, теперь мы помним, что спереди у нас 6,8. Откладываем. Мы на лице отмечали. Вот, 6,8. И баланс у нас был одинаковый. И сзади тоже 6,8. Теперь откладываем 4 сантиметра припуск вниз. 4 сантиметра нужно отложить. И здесь 4. Я сейчас сразу дополнительно отложу сюда на 4. И скажу тебе, насколько обрезать вот эту вот подкладку. Тебе надо будет подкладку обрезать на 10,8. Просто запомни. Подкладка, вот это припуск. Он тащится сюда, здесь подошьется. И подкладка должна идти до начала припуска. Так, вот это я отметила. Теперь что нам надо делать? Нам надо вот так вот взять. Под прямым углом. Отметить. Можно, в принципе, сразу вот это уже 4 сантиметровый с припуском. Вот так. Прямой угол. Здесь у нас прямой угол сантиметров 10. И здесь прямой угол сантиметров 10. Хорошо, вот то, что сейчас Оля делает. Когда заутюжка есть и проколы остались, мне очень легко центр задней половинки намечать. Оля, вот смотри. Хорошо, что у вас наметано и все заутюжено. Мне раз, я сразу же и наметила. И теперь от этой линии тоже намечаем под прямым углом вот сюда вот эту линию. А потом берем нашу линейку бочок. Кто-нибудь видит бочок? Да. И сводим плавненько. Но у нас тут нету кое-чего. Сейчас покажу, чего. И вот так вот. Видишь, вот так линейку примерно. Это так подолк делается? Да, это если зауженная. Да, когда зауженная от низу юбка. А у тебя она прямая. Мы по прямой тебе ввели линию. У нас там все просто было. Провели. Но, смотрите, как оно должно быть. Вот тут у нас 4 сантиметра припуск и реальная наша линия. А вот этот припуск, он потом вот сюда дотащится. Вот до вот этой вот линии. Да? То есть вот этот припуск согнется и будет вот здесь. И ему нужна вот тут такая же ширина. А он тут меньше. Значит, что нам надо сделать? Измерить вот это расстояние. Вот досюда. Тут тоже 4 сантиметра вот отмечено. Измеряем до каждого там плюс 24,1. Значит, вот здесь у нас линия должна быть прострочена вот так. На 24,1. Вот так. Кривим эту линию. Но только вот к центру, где у нас центр подгиба низа будет. Вот так. Тогда вот этот участок равняется вот этому участку. Когда мы согнем, у нас не будет низ юбки тянуть. Как сложно это. Ничего не сложно. Я же прямую еще не сделала, поэтому это Оля знает. А у меня же вот так же сделали с цвета? Да, да, да. Я смотрю, что-то знают, что вы не шла. Да, да, да. Я тоже ничего не поняла, но в итоге, когда подогнули, реально получилось прикольно. Обрезаем, а это потом вот разошьешь. Это потом обрежем на 10,8. Я тебе там помогу. Вот так вот обрезаем. Просто может Оля быть более детальное. Видео, потому что мы более изначально тебе вот это вот сразу вывели. Почему и Инны мы сейчас этим занимаемся? Потому что мы не знали до последнего, какая у нас длина будет. Мы все же там пытались с этими... С каблуками. С каблуками. С каблуками у нас не сошлось. Мы кто носили, носили, потом мы забыли. Так, да, то есть тебе надо отсюда прострочить вот сюда. Вот это распороть. То же самое перенести на эту сторону. Можно сейчас перенести как-то булавками. Вот тут сколько надо отложить. Вот так берешь, проверяешь. Книзу 0,6. И тут 4 сантиметра вверх. Это же наш припуск. И вот тут 0,6 вот так вот. И вот к этой точке вот так же вот и проводишь. Все. Закрепка, жид, проехалась. И тут чуть-чуть на 5 сантиметров вверх без закрепки оставим. Вот этот кусок распарываем. А с подкладкой? Теперь вот это мне накали. Сейчас паузу поставь. Я себе сейчас вот это вот... У Оли подкладку заднюю. Обычно вот у Оли там уже это все подпор, это все уже сделано. Просто мы позже это делаем. 10,8. 10,8, да, я там говорила? Или 9,8? Нет. 10,8. 10. Конечно. Мы тоже здесь выводим. Тут у нас прямой угол. Вот так. Потом, если что, сейчас ее... Выведем эту линию, если что, ее скорректируем. Что-то она мне не нравится совсем. А, потому что здесь боковые улетели. Неправильно положительно. Боковой. Боковой к боковому всегда надо ложить. Что у нас там со смещением. Какой можно сделать подклад из другой ткани? Отговорили, натуральную. Это какая? Подожди. Я посмотрю на этот самый, на фотографию. Здесь скажу все. Чтобы они там, эти шовчики совпали. Вы пишите, пиши, Эмират, пиши. Что ты не построишь? Все, пиши, то, что ты сфотографировала. Сейчас будет у вас миллион вопросов у меня. Конечно. Сейчас, чтобы я помогла на грудную вытачку посмотреть. Но самое сложное. Сколоть, сколоть, сколоть. Видно, уже легче она выводится. Эта линия практически так же, как и... Почти по прямой. Может, качем она вообще. Видишь, если по прямой, она будет очень нехорошо. Когда режешь, смотри, что ничего лишнего вдруг не попало. Вот это ты еще прострочишь. То есть, по идее, у нас сейчас вот подкладка должна на 8 сантиметров не доходить. Видишь, надо аккуратненько сейчас вот это сделать. Вообще, вот тут подкладку распоришь вот до сюда. Ну, вот так хотя бы. Ну, на 5 сантиметров выше вот этой точки. Мы сейчас ее обметаем, потом дострочишь четко. Вот эту линию подкладки, соединение подкладки и юбки распарываешь чуть выше вот этого на 5 сантиметров. Здесь то же самое. Ну, вот эти примерно так просто. Наша с тобой любимая сантиметра. Вот до эти точки распарываю. Хорошо? Угу. Вот, а потом это... Это ж надбором. Перепроверяем, в общем, чтобы линии совпали, да? Да, да, да. Какой-то. Учисли, что она должна быть выше. Сейчас я тут обрежу, сейчас перехожу. По-моему, она здесь должна быть хорошего. Угу. Бьем на руку, чтобы случайно не обрезать там ничего чужого. И вот это сейчас вот эти обрежем, сейчас все увидим. Сейчас низ обметаем. Тут написано от трех до пяти сантиметров. Я что беру? Какое? Большое? Три? А, пять бери, пять бери. Так. Давай, теперь заворачиваем, сейчас все увидим. Так, она не знаю, какой-нибудь. Должно быть восемь сантиметров. Так, семь с половиной, восемь. Отлично. 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 Вот. То, что я тебе говорила, что кажется, что это лучше. А здесь вот можно уточнить, благодаря вот. Мы тут уже с тобой вот так все примерили. Вот она как раз вот сюда и косилась. Видишь? Вот это как бы мы должны были сделать раньше. Ну, раньше у нас не было возможности. Да? Угу. Крутит что-то, по-моему. Нет, тоже восемь. Кто-то свинку коптит. Не коптит, а. Великого. Да? Угу. Угу. Ударом там отсечка там была. Угу. Да? Угу. Все. Теперь идем на оверлок сейчас. Обметываем с лицевой стороны верхнюю ткань и обметываем вот с этой стороны вот эту вот подкладку, да? Потом вот это вот дострачиваем вот сюда. Ну, вот этот кончик дострачиваем. Этот дострачиваем, но отделочную строчку пока до конца не делаем. Угу. Пока вот просто сострочить там внутри, а в самом конце мы дострачиваем, когда нам надо будет. Вот. Вот это сейчас сделаю, я тебе дальше покажу. Обрежем эту молнию. Нам на самом деле верхняя часть молнии нужна. Там ее внизу вы могли, да? Внизу отривали. Да. Ну, только не сейчас, а потом. Когда пришлет? Да. А лучше вообще пристрочили. Вот смотри. Пристрочили пояс. Да? Вот я именно так ровно и положила специально. Вот тут вот. Видишь? Вот так. Вот он лежит. Все. И теперь мы от вот этой параллельной линии, даже не от этой линии, а от этой точки. Что-то на 0,1 ты все равно не дострочила. Дострочила, строчила. Здесь, короче, мне дострочишь вот так до конца. Вот сюда. Хорошо? И вот от этой точки мы прямой угол наводим. Не надо там подстраиваться так или так. Оно может только лишь выложиться. Вот от этой точки. Вот от этой. Ровно прямой угол. На сантиметр. Это будет наше стачивание. Сейчас я покажу. А теперь вот вторую часть пояса. Да? То же самое. Вот оно так лежит. Видишь? Я уже под эту линию не подстраиваюсь. Сейчас мне нужна только вот эта точка. Вот так вот на сантиметрик. Под прямым углом. Надеюсь, что прямой угол. А тут мы попробуем петлю с тобой на этом кусочке. Это же твою, да? Угу. Все? Пока полоска. На самом счете мы еще можем сегодня это самое сделать. Примерку даже. Это хорошо. Хорошо. Вот это обметать. Часть. Часть обметать. Да. А здесь вот смотри, что мы делаем. Вот у нас заутюженный край есть. Да? Мы вот так вот вставляем. Вот так. Да? Угу. Перегибаем. Вот так вот. Потому что если мы не поставим булавку, мы можем и так, можем и так прокатать. Правильно? Тогда это я убираю, да? Отсюда. Да. Аккуратненько. Вот нижние булавки снимай все. Точно? Только не растягивай. Угу. Подожди. Оставь. 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 Убирай булавки вот с этих вот вогнутых. Вот эти вот нижние все убирай. И вверху убираем булавки. А по боковым не трогай. Так. Вот так. Да? Положили в раскол. На это самое. И здесь вот так. Чуть-чуть как подтягиваешь, да? И положи. Вот. Оп. Оп. И начинаем с тобой строчить. Причемки, дайте кто-нибудь у кого? Олочка, да? Вот это. Так. А я же еще отметать должна. Ну, потом. А, да. Надо сейчас. Угу. Угу. Я, наверное, сначала там вот закончу. Ну, давай. И шить. Это вот так вот. Мы будем вот так прострачивать. Да? Вот тут закрепка. И здесь, чтобы вот это ты не захватила. Вот это. То есть ты вот тут строчишь. И прям вот тут вот. Вот закрепка. И вот так пошла. Да? Вот. А эту часть надо... Ну, ты все равно подлезешь. Пускай будет заколото. Можешь даже застрочить. И так же самую вторую сторону сделать. То есть ты вот эти части уравниваешь. Потому что мы ровненько их обрезали. Вот. И вот так вот строчишь. Так. Пойдем. Вот смотри. Вот наша шлица. Видишь, она отходит. А нам надо, чтобы она здесь была зафиксирована. Как мы всегда это фиксируем. Вот отходим от вот этого вот поворота. Чуть выше, где-то на сантиметр-полтора. Но это даже лучше делать на чем-то скользком. Вот так поставили. Вот так, да? И вот так вот присоединили. Да? И теперь открываем нашу молнию и смотрим, чтобы она не действовала на разрыв сама молния. А вот эта закрепка действовала. Вот. То есть я немножко здесь неудачно поставила булавку. Сейчас в другую сторону ее поставим. А сейчас все не тянем. Но обязательно на чем-то скользком, чтобы мы ничего там не затянули. Нигде. Еще раз. Вот так. О, отлично. Смотри. Действует на разрыв закрепка, но не молния. Вот это очень важно. Вот. Но мы же не можем с тобой взять и насквозь вот так прострочить. Да? То есть мы с тобой сейчас подлезем туда вовнутрь. Вот так рукой. Почувствуем вот это место. Возьмем другую булавку. Или эту же. Ну давай вот сейчас чуть ниже я заколю ее. Чтобы она хоть как-то удержала край. Там все вот на ощущениях рук. Вот там. Чтобы не застречить. Да? И потом сейчас я вот эту от это отстегну. И в это же место, видишь, остались проколы. И в это же место вот так вот закалываю. Все. Смотри. Ты вот так залезла вовнутрь. Там ты подлазишь рукой. И вот смотри. Теперь вот это не видно нигде здесь. Это предыдущее. Вот оно. Видишь? Оно не зафиксировано. То, что я заколола. И теперь что мы делаем с тобой? Залазим вот сюда вот под подкладку. Вот так. Вот она. Вот так кладем машинку, чтобы тут ничего лишнего не было. Вот так кладешь машинку и делаешь закрепку вот здесь. Вот этот, грубо говоря, в один стежок. Раз. Вот этот стежок прострочи раз шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Хочешь вручную сделай? Я вручную. Ну, сделай вручную. Ну, обычно я это делаю на машинке. Ну, может, два стежка ты захватываешь. Одной ниткой? Да. Один, ладно. Лучше возьми прострочи на машину. Я не сориентируюсь с обратным ходом. Ну, все. Хорошо. Давай. Вот эти два стежка. Вверх не идешь, а вниз. Вот этот и вот этот нижний. Хорошо? Все. И юбка полностью готова. Утюжку делаем нашего гульфика. Наметку сняли. Видишь? И приутюжили. То есть с изнанки. Значит, что я делаю? Иди ко мне. Ближе сюда. Очень тут, что важно. Ни в коем случае вот так не класть ее. И вот так натюж. Видишь, какая кривая линия? Мы ее делаем, превращаем ее в прямую и даже ближе к стяжке делаем ее. Видишь? И вот тут еще саму петельку сейчас вот утюжим я мочу. Вот так все к ватчикам мочу. Да? И все с изнаночки. А, включен утюг? Ой. Сейчас я включу. Мират, одевайся. Паузу поставь. Да, пускай. Я же освободила от видео телефон. И так вот с изнанки. Все без пара. Забываем за пар. Вообще его, вообще нету его в жизни. Вот. Да? То есть не вот так, не вот так, а вот так. Больше как на стяжку делаем. Иначе можно ее очень сильно растянуть и потом очень об этом пожалеть. Ну, чтоб вы складки тоже не наделали, когда утюжили. Вот. Чуть-чуть мы ее, это самое. Смотри, тоже туда далеко утюгом не залазь, чтоб не растянуть вот эту часть. Что будет потом нехорошо. Так? Вот. И фиксируем бегом лаптем. Потому что вот этот край его обязательно надо зафиксировать. Не зафиксируешь, он, ну, горячим он не станет тоненьким, не приутюжится ткань. Она вот такая пушистая и будет. Обязательно залазь лаптем. Я сначала, когда ее сметала, думаю, боже, ее все такая уже толстая стала. Вот буквально там 10-20 секунд. А это про оборотка. Видишь? Сразу же подробно. Видишь? Просто плоско лежит. Что я еще вот тут делаю? Я еще вот так вот. Вроде бы нет. Нет. Промочу только чуть-чуть. Иногда это не надо делать. Но я вижу, что стянутая линия вот здесь вот, где строчилась молния. И я ребром утюга делаю. Ребром. Чтобы следов не оставить. Да. Чтобы следов нигде. Потому что у нас подкладка везде. Вот. Я его ребром намочила. И ребром это сам. И чуть-чуть подтянула вот так. Чуть-чуть. Чтобы вот эта вот самая строчечка. Чтобы она перестала быть слегка стянутой. Да. Вот давай, да. Кофту сними и юбку можешь оставить. А кофту снимай, потому что я там ничего не вижу. А ты в ту комнату заходи. Вот это что-то помялось. Что это за помятка такая. Что-то тут утюжило. Вот это что-то. Видишь помятка. Линия помятости. Сейчас мы туда подлезем. Так. И теперь вот эту часть вот так. Помнишь, что я тебе говорила? Вот эту вот линию как раз мы уберем уже. Пуговичку пришили, да? Вот так. Чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Никогда сильно много не мочи. Вот так. И вот так утюжим. Вот так. Оп. Пока горячая. Видишь, я до конца не ставлю пальцы. Вот так. И вот так тянешь. Чтобы вот эта строчка перестала быть стянутой. здесь. Здесь вот некачественная строчка. Здесь затянутая верхняя нитка. Сильно-сильно затянутая. И слабая нижняя видимо. Вот там затяжка. Но тем не менее мы ее с тобой отработали. Можно вот эту если очень надо. чтобы более отработанный шовчик здесь нужно что подкладка и теперь вот эту вот складочку конечно надо утюжить до присоединения этих штучек потому что видишь вот она интересно почему она у меня где-то как-то так подпримялась или тут сейчас я боюсь что я могу здесь что-то растянуть видишь она вот так ложится потому что шлица иногда можно это делать с лица если знаешь почему сейчас делаем с лица потому что смотрю что вот тут вот тут идет подкладка притачивается здесь еще сама это самое манипуляция просто выбирают с какой стороны безопаснее будет приутюжить убрать вот эту складку видишь ровно лежит там уже дальше нету главное чтоб там ничего подниз сейчас не попало ты когда вот так делаешь чувствую что ничего нет тоже вот с утюжка была да то есть мы ребром утюга идем что нам еще там последняя такая закрепочка будет которую очень аккуратно очень чтобы не наделать лаз это это не каждую ткань так можно делать что я тут по другому не подлежу не помню да что лучше и враг хорош вот убрали что-то здесь просто надо было сильнее тебе на одном месте по спройтись не шаново может ли это закрепить или у тебя тут закрепка какая-то у меня я там ничего не трогать видишь вот здесь чуть-чуть отпечаталась вот эту я делала не что чуть-чуть это мне видно практически нужно сюда поближе залезть никогда вот такая юбка делается она должна быть с иголочки вся стоять торчать сидишь вот лепестком и вот там джиг классическая юбка нас иголки должна вся посмотрел с этой стороны такой хороший утюг что вот между вот этими вот дырками проходит сама молния закладывается удобно утюжить сейчас она отогнулась а до этого она туда залезла и лежала может она стала мурщить потому что мы подрастянули молнию все дело в утюжке все дело в утюжке но тут еще можно было и и эту строчку еще но вот тут я считаю что лучший враг хорошего потому что мы можем это самое ну и напоминаю что наша молния тоже вот не переедена нигде вот эта часть у нас даже почти вот эта самая нижняя часть на сантиметр-полтора то есть наша молния жить будет вечно вообще могла вот эта строчка быть вот здесь на окончании вот этой вот пластмассовой закрепульки вот это то есть должна либо вот такая это как потайная молния вставляется либо обыкновенная вот эта железка должна быть вот с этой стороны видна то есть я должна выворачивая должна видеть здесь эту железку тогда молния будет жить долго и счастливо вместе со всех лет десять точно тебе прослушать еще какой моментик здесь тоже хорошо тут она должна тебе еще чуть-чуть повисеть или утюжить боковые или она просто должна повисеть потому что так в принципе в целом очень хорошо и не схожусь помятость ты же ее везла да сегодня а ну вот у нас же вешалочки здесь есть на вешалочке повесишь она тебе отвисится дома буквально за сутки не надо ничего забыли сделать такое движение потому что вот здесь мы с напуском не подшиваем а пришиваем ее вплотную вот мы сейчас будем делать вешалочку такую как бы к низу юбки и мы сейчас у тебя дополнительно сейчас и присоединим припуск к припуску чтобы здесь лица не было видно конечно как хорошо у тебя получилось видишь ты отутюжила и уже не видно ничего отлично вот и вот тут раза три-четыре присоединила давай третий и на четвертый раз мы не затягиваем а делаем такую штуку вот опять и вот так плетем как полотенце часто делали эти самые вешалочки петельки петельки да такие вот видишь она уже начинает крутиться вот вот так вот еще раз и вот так делаешь 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 но она не должна быть длиннее чем сам припуск чтобы наша подкладка не ерзала ни вверх ни вниз а всегда оставалась на одном уровне делается всегда специально по боковым с одной и со второй стороны сейчас ее на плечом я не думаю что я там буду делать до конца ну вот я думаю что вот можно еще там пару разочков сделать сейчас еще раз покажу вот так мы этого предостаточно будет вот на сантиметре например не дойду и как ее завершать просто в нее протаскиваешь чтобы не перекрутилась и она все она теперь не распустится вот все она готова и теперь нашу подкладочку в этом же месте здесь мы пришивали вот здесь значит и вот здесь мы пришиваем вот эту вторую часть и вот так пришиваем теперь наша подкладка на юбке никуда не денется ты всегда можешь сделать в ней что хочешь садиться вставать как угодно у тебя всегда ты встала на раз идеально на тебе сидит раз вот и вот мы пришиваем вот так тоже раза 4 5 и протаскиваем тоже там под ниточками никогда под корень ничего не обрезаем надо протащить так чтобы еще не так протаскиваем эти под корень эту ниточку обрезаем все все она будет держаться так же самое делаем с другой стороны только тер другую нитку возьми по длине и